Очень жаль, но отсветение тюльпанов длится не так долго, как хотелось бы. И так как сейчас во многих садах, в том числе и у меня, они уже отсвели, то предлагаю вместе разобрать порядок действия с этими отсветшими цветами, чтобы создать им все необходимые условия для формирования хороших луковиц на следующий год. Итак, первым делом нам нужно удалить увядшие бутоны. Но делать это нужно не сразу же, а когда лепестки высохнут и сами начнут отваливаться. Поэтому ждем недели так 2-3 после цветения, продолжаем это время все поливать, а как только лепесточки засохли и осыпались, удаляем цветонос. Обратите внимание на то, что срезаем не всю наземную часть под нолик, а только лишь коробочку с семенами, так как сама луковица без листвы не сможет сформироваться и созреть, ведь ее вегетация обычно заканчивается аж к концу июня или даже началу июля. Или же, например, если наоборот вообще не удалять цветонос, то семенная головка начнет забирать на себя питательные вещества, чтобы сформировать семена, а луковица при этом будет истощаться. Поэтому, как я уже сказала, головку нужно обязательно срезать, а зеленые листочки часть стебля оставить и продолжить далее поливать цветы еще как минимум пару недель. Следующий шаг в уходе за цветшими тюльпанами – это, конечно же, подкормка, так как именно в этот период их луковицы накапливают питательные вещества, и в следующем году они будут обильно и пышно цвести, если только в этом получат все необходимое питание. Поэтому я, например, использую суперфосфат, рассыпаю его под растение с расчетом граммов так 30 на квадратный метр, неглубоко прикапываю в землю и обильно проливаю сверху. Тут же обращу ваше внимание на то, что в этот период, то есть после цветения, нельзя ни в коем случае применять удобрения с хлором или же азотом. Ну а далее все просто. Когда листья уже совсем пожухнут, их нужно обрезать, оставив небольшой пенек над уровнем почвы. Еще раз повторюсь, что раньше, чем зелень пожелтеет, этого делать не нужно. Или же луковица остановится в развитии. А когда уже стебли и листья полностью высохнут, приобретут такой коричневатый оттенок, можно начинать даже выкапывать луковицы. Ну а что же касается выкапки луковиц с тюльпанов, то эта процедура несет рекомендательный характер с периодичностью раз в 2-3 года. Поэтому тут уже каждый цветовод решает для себя сам, делать это или нет. Но по собственным наблюдениям я заметила, что если не выкапывать их на протяжении нескольких лет, то есть года так 3 и более, то сами соцветия заметно мельчают, а сорт постепенно выводится. И объясняется это тем, что с каждым годом луковица все больше углубляется. То есть расстояние до поверхности, которое нужно преодолеть ростку, увеличивается. В итоге, если луковицы уходят под землю слишком глубоко, то рано или поздно это может закончиться их гибелью или вовсе потерей сорта. Свои тюльпаны я в этом году буду выкапывать. Рассортирую их по размеру, по цветам, прогрею на солнышке, просушу в тени до сентября и примерно в середине сентября посажу их вновь. И тем дачникам, которые тоже собираются выкапывать тюльпаны, напомню, что запаздывать с этой процедурой тоже не нужно, так как в таком случае повышается риск распада гнезд и потери кроющей чешуи, а голые луковицы будут плохо храниться. Ну а в завершении, чтобы помочь разобраться в наиболее часто встречающихся проблемах, сразу же отвечу на самые часто задаваемые вопросы. Первое, сразу же скажу, что тюльпаны, как и гладиолусы, лилии и гиацинты, да и любые другие луковичные растения, не перепыляются, если их выращивать и размножать с помощью луковиц. Переопылиться могут только лишь семена после цветения. И новые, то есть уже переопыленные виды, можно вырастить только, если их размножать этими уже переопыленными семенами. То есть выращивайте луковички из семян. А постепенное видоизменение этих цветов объясняется тем, что когда луковицы годами не выкапывают, то со временем более слабые из них погибают и исчезают. И остаются только лишь наиболее генетически сильные. То есть визуально это выглядит как переопыление. И еще одна тоже очень животрепещущая тема для всех дачников – это пестролепесность тюльпана. И сразу же отмечу, что речь идет не о разновидности сортов с такими пестрыми расцветками, а именно о вирусном заболевании. Этот вирус проявляется в том, что цветы мельчают, растение приобретает такой угнетенный вид и со временем погибает. Хотя некоторые устойчивые сорта могут даже достаточно долго жить с этим вирусом. При этом являясь источником инфекции для остальных растений. Этот вирус очень легко передается от больных растений здоровым через ножницы или же секатор. К примеру, при срезке или же переносчиками могут быть насекомые. И, к сожалению, препаратов для защиты от этого вируса пока не существует. И поэтому меры в основном профилактические. То есть уничтожение пораженных растений во время цветения и борьба с насекомыми-переносчиками. Поэтому, если вы у себя на участке заметили зараженный тюльпан, то немедленно, не дожидаясь окончания цветения, выкапывайте его прямо с луковицей и сжигайте. Только так можно спасти остальные здоровые растения. Спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх, пишите комментарии. Делитесь обязательно в них своими способами и методами по уходу за тюльпанами. И, конечно же, подписывайтесь на мой рутуб канал. Ссылку оставляю в описании. Спасибо за просмотр.